24 ноября в полночь в России стартует Черная пятница. В этот день продается не только электроника, одежда, обувь, аксессуары, детские игрушки, но даже горящие туры и финансовые продукты. Как бизнесу подготовить контекстную рекламу и сделать за один день месячный оборот по продажам, об этом и многом другом в нашем видео. Всем привет, меня зовут Сергей Карпухин. Планируете участвовать в Черной пятнице как продавец или покупатель или принципиальный игнорируете данное событие? Расскажите в комментариях. Ну и там же можно заодно рассказать о том, что все равно нас всех там обманут, предварительно повысив цены. Официальными партнерами Черной пятницы в 2023 году стали крупнейшие интернет-магазины и маркетплейсы России. Среди них Яндекс.Маркет, МТС, Эльдорадо, Сяоми, Золотое яблоко, ЭККО и сотни других. Распродажа начнется 24 ноября в 0 часов 1 минуту и продлится 3 дня. Полный список партнеров можно посмотреть на сайте Черной пятницы. Чтобы не пропустить актуальную информацию об акциях известных брендов, покупателям стоит подписаться на рассылку. Почему период распродаж называется Черной пятницей? Эта традиция пришла в Россию из Америки. Там проводятся грандиозные распродажи после Дня Благодарения накануне выходных. При этом в бухгалтерском учете прибыль принято выделять черным, а убыток – красным. Поэтому черный цвет символизирует прибыль, которую магазины получают в этот день. Где пройдет Черная пятница 2023? По всей территории России. В масштабной распродаже участвуют интернет-магазины, которые осуществляют доставку по всей стране. На какие предложения могут рассчитывать покупатели? В эти дни магазины предлагают скидки от 20 до 70%, а на некоторые товары скидки могут доходить и до 90%. Кто участвует в мероприятии? Участие может принять как крупная торговая сеть, так и маленький магазин. Не обязательно иметь онлайн-магазин. Розничные торговые точки также могут сделать выгодные предложения своим клиентам. В Черную пятницу хорошо продаются товары широкого спроса – электроника, одежда, обувь, аксессуары, косметика, парфюмерия, детские товары, спортивные товары, мебель и товары для дома. Поэтому магазинам с соответствующим ассортиментом следует подготовиться в первую очередь. Но это вовсе не означает, что другие товары в Черной пятнице не продаются. Продуктовые магазины, финансовые организации, туристические агентства, салоны красоты и спортивные клубы также готовят предложения к Черной пятнице и повышают продажи. По данным аналитиков YouMoney, в 2022 году активнее покупали ювелирные украшения – плюс 81%. Продажи одежды и обуви выросли на 37%. На Валдер с наибольшим спросом пользовалась одежда, косметика, книги и гирлянды. На Озон 60% продаж пришлись на товары повседневного спроса – личная гигиена, бытовая химия, потребительская электроника. Электроника и бытовая техника хоть и уступила первую позицию, тем не менее тоже пользовалась популярностью. Кроме этого, в Черную пятницу 2022 года в 10,8 раз выросли продажи в турагентствах. Как видно из данных, во время распродажи люди покупают очень разные категории товаров. Независимо от того, продаете вы товары или услуги, участие в Черной пятнице привлечет дополнительных покупателей. К тому же, использование больших скидок в другое время может не принести результата. Потребители настороженно относятся к таким предложениям, опасаясь, что товар или услуга и некачественный. Во время Черной пятницы любой предприниматель объясняет свое спецпредложение о распродаже по всему миру, что повышает лояльность покупателей. Чаще всего магазины делают такие предложения. Предлагают скидку только на период Черной пятницы, т.е. на несколько дней распродаж устанавливается фиксированный размер скидок на весь ассортимент или определенную группу товаров. Скидки с разогревом. Магазин еще за неделю-две до начала старта распродаж устанавливает небольшие скидки на свои товары для увеличения заинтересованности аудитории. На время проведения Черной пятницы скидки увеличиваются. Скидки устанавливаются заранее, и их размер не меняется на протяжении всего ноября. Ценовую политику, товары, которые будут участвовать в распродаже и товарное предложение продавцам следует продумывать заранее. Черная пятница – это событие, которое ожидают целый год. За 4 дня распродаж торговые сети получают выручку, которую в обычные периоды собирают за 1-2 месяца. Поэтому к этому мероприятию следует готовить заранее не только рекламную кампанию, но и сайт. Проанализируйте результаты прошлогодней Черной пятницы, чтобы понять, к каким объему продаж готовятся, что чаще покупали, какие акции оказались наиболее прибыльными. Найдите статистику по региону, популярные товары, средний чек. Исследуйте свои возможности и определите преимущества, которые вы сможете предложить. Определите товары, которые будут участвовать в акции. Не на любой товар можно сделать скидку. Подумайте, что будет привлекать покупателей, выступая своеобразным магнитом. Например, на модели прошлогодней коллекции можно установить максимально возможную скидку, а на новые хиты – небольшие скидки. Еще пример. У продавца зимней одежды есть модель или размер, который плохо продается. Установив хорошую скидку, продавец достигает сразу нескольких целей. Он участвует в акции, привлекает покупателей и распродает залежавшийся неликвид. Посчитайте юнит-экономику. Рассчитайте, какую скидку можете предоставить и возможную прибыль с каждого товара перед участием в акции. Покупателей вряд ли заинтересуют скидки менее 10%. Если это не укладывается в расчеты, вместо скидок можно предложить подарок или бонусы на следующую покупку. Подумайте об акциях. Два по цене одного, 1 плюс 1 равно 3, скидка на вторую покупку. Продумайте продажу дополнительного товара. Очевидный пример – при продаже сотового телефона предложить аксессуары, стекло, чехол, что-то еще. Другие примеры – вино и бокалы, фонарик и аккумулятор, спортивный велосипед и защитная экипировка, обувь и средства для ухода за ней, зимняя куртка и шарф, шапка или варежки. Почти к любому товару можно подобрать сопутствующий, имеющий к нему прямое или косвенное отношение. Продавайте только тот товар, который будет в наличии в дни акции. Не рассчитывайте, что сможете быстро произвести или организовать поставку нужного товара. Процесс может затянуться, клиенты подумают, что их обманули, а вы получите негативные отзывы. Если товар закончился в процессе «Черной пятницы», сразу убирайте его с сайта, либо ставьте отметку «Нет в наличии». Подумайте о доставке товара на склад заранее. Если торгуете на маркетплейсах и хотите отгрузить товар на склад для продажи в «Черную пятницу», сделайте это минимум за полтора месяца до начала акции, а лучше еще чуть раньше. В противном случае может сложиться ситуация, что склады заполнены и ваш товар не примут. Планируйте маркетинговую кампанию. Показы на рекламных площадках действуют по принципу акциона. Кто больше заплатил, тот получает больше трафика. В дни «Черной пятницы» крупные компании поднимают ставки и для предпринимателей с небольшим рекламным бюджетом клик получается слишком дорогим. Как вариант, запускать рекламные кампании чуть раньше, рассказывая о предстоящей акции и подогревая интерес покупателей. Проведите технический аудит сайта. Проверьте скорость загрузки сайта и наличие мобильной версии. Оптимальное время загрузки – 3 секунды. Если сайт загружается более 5 секунд, вы теряете потенциальных покупателей. По данным статистики Яндекс.Вордстат, запросы со словами «Черная пятница» с сотовых телефонов искали почти в три раза чаще, чем с десктопов. Если сайт не адаптирован под показы на мобильных, эти пользователи пройдут мимо вас. Настройте Яндекс.Метрику и Гугл.Аналитику. Проверьте, что счетчик установлен на всех страницах сайта, особенно если создавали отдельные посадочные под распродажу. Убедитесь, что настроены цели и они корректно работают. Убедитесь, что сайт выдержит наплыв покупателей. При помощи счетчиков-аналитики оцените трафик, средний объем посещений, какой рост был в прошлый раз в продажу. Если необходимо, внесите технические изменения. Сократите путь от заказа до оплаты. Если для покупки надо пройти регистрацию, сделайте этот шаг максимально простым. Например, используйте быстрый вход с Яндекс.Айди. Это даст возможность пользователю быстро залогиниться на сайте. Уберите лишние поля в форме регистрации в корзине. Идеально, чтобы покупка осуществлялась в один клик. Многие работы, связанные с сайтом, процесс долгий и дорогой. Времени до черной пятницы осталось немного и есть риск не успеть внедрить доработки. В этом случае выручат турбостраницы Яндекса. Это конструктор, позволяющий за пару часов создать страницы для рекламы. Вам не придется привлекать специалистов, все можно сделать самостоятельно. Турбостраницы – оптимальное временное решение. Они хорошо отражаются и на десктопах, и на мобильных устройствах. Так, если сайт не адаптирован под мобильные, можно создать турбостраницу и показывать ее пользователям с мобильных устройств. Кроме этого, турбостраницы используют для тестирования гипотез. Если у вас вообще нет сайта, при помощи турбостраниц его можно быстро создать. Сделать это можно из рекламного кабинета в Яндекс.Директе или из аккаунта в Яндекс.Бизнесе. В рекламном кабинете Директа нажимаете «Добавить компанию» и в открывшемся окне переходите по ссылке «У меня нет сайта». При клике на кнопку «Попробовать» система предложит создать профиль в Яндекс.Бизнесе. В аккаунте Яндекс.Бизнеса кликайте по кнопке «Создать сайт». Если вы регистрировались на Яндекс.Картах или ранее завели профиль в Яндекс.Бизнесе, то находите свою организацию. Если нет, регистрируйтесь, последовательно заполняя данные. Название компании, вид деятельности, номер телефона и ссылка на соцсети. Заполнять данные и редактировать сайт можно в профиле Яндекс.Бизнеса. Визуальное оформление важно не меньше технической составляющей. Многие люди ищут акционные предложения заранее, поэтому подготовьте анонс о начале распродажи. Информацию о самых привлекательных товарах и скидках разместите на главной странице. Если необходимо, создайте отдельные страницы под акцию. Многие люди, однако, не верят, что скидки настоящие. Укажите на сайте старую и новую цену, чтобы подтвердить реальность акций. Ноябрь-декабрь – традиционно высокий сезон в продажах, и это идеальное время подоблюдать за конкурентами. На что обратить внимание? Акции. Когда начинают запускать? Какие дают скидки? На какие товары? Рекламные компании. Какую рекламу запускают? Куда ведут пользователи? Какие используют креативы? Как составлены объявления? Логистика. Где хранят товар? Как доставляют? Сколько времени занимает доставка? Крупные игроки на рынке в «Черную пятницу» не торгуют в минус. Если ваш конкурент ставит скидку 60-70%, значит в оставшиеся 30-40% уже включена наценка. Посчитайте, можете ли вы конкурировать с ними по себестоимости товара. Если нет, подумайте, как можно снизить себестоимость продукции. Тут главное не увлекаться. Не нужно смотреть всех подряд конкурентов. В первую очередь обращайте внимание на лидеров рынка. Если у вас небольшой бизнес, вряд ли вы сможете с ними конкурировать. Но можно посмотреть и применить их находки. Как организован сайт, как проходят этапы заказа от выбора до оплаты и другие ключевые моменты. Далее выберите 2-3 основных, наиболее близких по ассортименту, ценовой политике или региону конкурентов. Посмотрите, как и что они предлагают и сделайте лучше. По данным исследования Яндекс.Реклама, 40% пользователей узнает об акциях, приуроченных «Черной пятнице» из рекламных объявлений. Поэтому рекламе нужно уделить особое внимание. Собрать один раз ключевые слова и забыть про них не получится. В контекстной рекламе с семантикой надо работать постоянно. Вернемся к статистике запроса «Черная пятница». Как видим, интерес у пользователей только с октября по ноябрь. И он не связан с ключевыми словами, используемыми в рекламе в остальное время. Поэтому нужно подумать, как дополнить семантику, чтобы она соответствовала запросам покупателей. Кроме очевидных «Черной пятницы» и распродажа могут быть ключи, связанные с тематикой, приближающимися праздниками. При проработке семантики ориентируйтесь не только на историю запросов, но и учитывайте тренды. Например, в 2022 году большим спросом пользовались яркие пушистые монстрики Хаги-Ваги, а в 2023-м набирают популярность подушки-обнимашки. Используя Wordstat, посмотрите, какие марки и бренды сейчас популярны. Рекламные объявления – это первое, что видит пользователь. Нужно постараться сделать его заметным и привлекательным. Если это объявление на поиске, используйте расширение. Максимально заполните все доступные поля – визитку, быстрые ссылки, номера телефонов, обозначьте гео, часы работы. Объявления без расширений показываются не во всех местах размещения, а значит вы теряете охват. Создайте отдельное объявление для мобильных устройств. Адаптируйте текст. Небольшое описание лучше воспринимается с экрана телефона, поэтому текст должен быть кратким и отвечать на запрос. Продумайте креативы. Традиционные цвета черной пятницы – черный и желтый. Использовать их можно, но не обязательно. Скорее всего, большинство рекламодателей сделают баннеры с использованием этих цветов. Возможно, отказ от черного и желтого поможет вашим объявлениям выделиться. Подготовьте несколько вариантов, протестируйте и оставьте наиболее конверсионные. Во время распродаж люди покупают как привычные товары, так и выбирают что-то новое. Чтобы рассказать о вашем предложении, используйте таргетинг по интересам и привычкам. Например, выберите пользователей, которые совершают покупки онлайн. Сейчас пользователи часто ищут нужный продукт не через строку поиска, а сразу переходя на Marketplace. Интересы и привычки помогут показать объявления таким пользователям. Для этого вводите в поле ссылки на нужные площадки и выбираете их из списка. После того, как человек посетит Marketplace и перейдет на другие сайты для проверки почты, просмотра погоды, поиска картинок, ему будут показаны ваши объявления. Объявления товарной кампании показываются на поиске в РСЯ и в товарной галерее. Товарная галерея – это карусель из рекламных баннеров, которая располагается под строкой поиска. Вводя на поиски запрос о каком-либо товаре, пользователь сразу видит фото и цену. Кликнув на объявление, попадает в карточку товара на сайте. Все предложения по запросу можно посмотреть, перейдя на вкладку «Товары». Преимущества товарной галереи для предпринимателей Привлекает внимание пользователей, так как располагается сразу под поисковой строкой. Наглядно показывает товар, повышая его конверсию. Подходит как крупному рекламодателю, так и небольшим магазинам. Настроить товарную галерею можно в «Мастере компании» или через режим «Эксперт». В рекламном кабинете Директа нажмите «Добавить компанию». В открывшемся окне перейдите на вкладку «Мастер компании» и выберите «Товарные компании». Либо на вкладке «Режим эксперта» выберите продажи товара. Чтобы в ответ на запрос пользователя показывалось ваше объявление с соответствующим товаром и скидками, создайте отдельную товарную компанию с продукцией, выбранной для «Черной пятницы». Сделать это можно несколькими способами. Подготовить фид с акционными товарами и загрузить в компанию. Объявления будут генерироваться на основе созданного фида. Создать на сайте отдельную страницу с акцией и указать ее в настройках рекламной кампании. Система будет генерировать объявления с товарами на этой странице. Загрузить файл со ссылками на страницы категорий, участвующих в акции. В этом случае объявления будут создаваться для страниц каталога. После этого в объявлениях можно откорректировать заголовки, тексты, изображения, а также добавить видео. Посетители вашего сайта «Горячая аудитория». С помощью данных Яндекс.Метрики и Яндекс.Аудитории сегментируйте ее по уровню вовлеченности и создайте УТП на «Черную пятницу» для пользователей, находящихся на разных стадиях воронки продаж. Для возвращения покупателей продумайте сценарий. Постоянные клиенты. Напомните распродажи на «Черную пятницу» постоянным покупателям. Например, осень. Самое время укреплять иммунитет. Дарим вам 40% скидку на весь ассортимент витаминов на «Черную пятницу». До продажи. Предложите скидку на сопутствующий товар. Для формирования торгового предложения используйте данные метрики или CRM. Например, предложите сумку для ноутбука покупателю, купившему ноутбук. Или игровую приставку или наушники покупателю игрового компьютера. Брошенная корзина. Большая часть покупателей заранее планирует покупки на «Черную пятницу» и ожидает выгодные предложения. Поэтому, если пользователь добавил товар в корзину, но так и не купил его, простимулировать интерес к этой товарной позиции можно, предложив ее со скидкой. Завершение покупки. Привлекайте к покупкам пользователей, которые несколько раз посещали сайт, просматривали каталог в продукции, но так и не сделали заказ. Предложите им скидку на те позиции, которые они искали в вашем магазине. При настройке ретаргетинга используйте те же ключевые слова, что и для компаний на поиске, но не забывайте делать более адресное обращение. Чем более персонализированно будет настроен ретаргетинг, тем больше продаж вы получите. В Яндекс.Директа показы рекламы начинаются в 0.00 часов. В дни распродаж на аукционе много рекламодателей и, соответственно, большая конкуренция. При ограниченном рекламном бюджете может получиться ситуация, когда день только начался, дня, а бюджет уже закончился и ваша реклама стоит до начала следующих суток. Чтобы этого избежать, проанализируйте, когда на сайте наибольшее количество посетителей. Сделать это можно при помощи Яндекс.Метрики. Заходите в Отчеты – Аудитория – Посещаемость по времени суток. В открывшемся окне выбираете нужный период и получаете статистику в виде графика. По графику определяете часы, в которые меньше посетителей и отключаете на это время рекламу, либо пользуетесь корректировками по времени суток. Использовать это нужно осторожно, так как можете сильно сократить охват. Во время распродажи часто бывает ситуация, когда товар на сайте закончился, а рекламные объявления о нем продолжают показываться. Пользователь переходит по объявлениям, а купить не могут. В результате рекламодатель получает слив рекламного бюджета. Контролируйте этот момент и вовремя отключайте рекламу товаров, которые закончились. Для быстрого и простого запуска рекламы в Черной Пятнице можно воспользоваться модулем контекстной рекламы PPC. Почему стоит запустить рекламную кампанию через Промопульт? Вы избежите проблем с маркировкой рекламы. В Промопульт полностью автоматизированы все процессы, связанные с соблюдением нового закона. Вам необходимо только заполнить недостающие данные в специальных полях интерфейса. Далее Промопульт самостоятельно предоставит сведения о заключенном между системой и пользователем договоре и передает в ОРД все данные о рекламных креативах. Вам бесплатно откроется доступ к автоматизированным инструментам. После регистрации вы можете запускать контекстную рекламу и пользоваться инструментами сбора ключевых слов, составление объявлений при помощи чат-жепики, прогнозирование эффективности рекламной кампании по одобренным словам. Автоматически улучшите рекламную кампанию с помощью технологии Context Plus. Получите пакет закрывающих документов. Сможете отслеживать статистику эффективности по всем запущенным кампаниям на интерактивном дашборде. Как запустить кампанию в Черной Пятнице в модуле контекстной рекламы Промопульт? Зарегистрируйтесь в Промопульт, в личном кабинете создайте проект. Выберите инструмент контекстной рекламы PPC. Также вы можете обратиться за помощью к специалисту Промопульт. Он бесплатно настроит кампанию. Достаточно пополнить балансную сумму от 3000 рублей, и все эти деньги пойдут на рекламу. Укажите сайт и название проекта. Перейдите в профессиональные настройки. Предоставьте доступы к сайту и системам аналитики. Это повысит эффективность работы ваших кампаний, и вы получите больше информации о ваших посетителях. Задайте параметры кампании. После клика по кнопке «Создать проект» вы попадете во вкладку «Параметры». Для наиболее эффективной работы рекламной кампании на Черную Пятницу в настройках проводите следующие действия. В местах показа объявлений укажите поиск Директа и РСЯ. Так вы максимизируете охват рекламы. Укажите регион показа объявлений, но не настраивайте одну рекламную кампанию на все регионы страны. Например, если ваш магазин находится в Москве, настройте одну кампанию на Москву, а вторую – аналогичную кампанию на другие регионы. Причина – в Москве более высокая конкуренция и ставки на аукционе, поэтому бюджет может потребоваться более высокий, чем в других регионах России. По умолчанию в настройках включен расширенный диатаргетик. Не отключайте его, чтобы показывать вашу рекламу не только пользователям заданного региона, но и тем людям, которые указывают в запросе этот регион при поиске ваших товаров и услуг. Подключите технологию Context Plus. Подключение этой технологии позволит вам сэкономить рекламный бюджет за счет оптимизации рекламной кампании. Система непрерывно улучшает тексты объявлений. Для этого проводится обэт-тестирование текстов и выбирается оптимальный вариант. Также технология добавляет быстрые ссылки в объявления и работает с минус-словами. Результат – вы экономите до 45% бюджета на рекламу за счет уменьшения стоимости клика из увеличившегося CTR. Не отключайте круглосуточный показ объявлений и не ограничивайте показ на выходных, если это позволяет бюджет. Не ограничивайте цену клика. В период черной пятницы конкуренция между объявлениями повышается. Поэтому ограничение цены может привести к потере целевого трафика на сайт. Используйте стратегию максимум конверсий. По умолчанию в настройках стоит ручное управление ставками и бюджетом. Но если у вас на сайте установлен счетчик Яндекс.Метрики, накоплены данные об аудитории и вы хотите максимизировать целевые действия на сайте в период черной пятницы, подключите автостратегию максимум конверсий. Количество целевых визитов должно быть достаточным для эффективной работы стратегии. Ограничение – не менее 20 целевых визитов в неделю. Если данных по этому целевому действию недостаточно, то выберите такую цель, которая чаще достигается вашими посетителями. Подберите ключевые слова для рекламной кампании. Система автоматически соберет ключевые фразы для кампании на основе контента вашего сайта. Вам останется выбрать релевантные с учетом данных от частоте запросов и стоимости клика. Добавьте их в проект. Используйте ручной подборщик, сбор слов конкурентов и сбор ключевых фраз и счетчиков статистики для расширения семантического ядра. Составьте объявление. После добавления слов в проект система предложит несколько вариантов настройки. Для самостоятельной настройки выберите настрой сам. Система автоматически составит объявление с помощью чат GPT по выбранным ключевым фразам. Подберет заголовки, ссылки, текст и креатив. Вам останется только отредактировать объявление и запустить кампанию в черной пятнице. Настройте бюджет. Система порекомендует оптимальный бюджет и спрогнозирует количество посетителей, которое вы получите. Не устанавливайте бюджет ниже рекомендуемого значения. На черную пятницу всегда ожидается повышенный спрос. Поэтому занижение бюджета приведет к тому, что вы попросту упустите своего покупателя и он уйдет конкуренту. После выбора бюджета вам останется только запустить показ рекламы. Для расширения охвата аудитории на черную пятницу настройте рекламу не только в Яндекс Директе, но и в соцсетях. В модуле «Таргетирована реклама Промопульт» вы сможете из единого простого интерфейса запустить рекламу ВКонтакте, Одноклассников и Майтаркет. Система сама подберет площадки для рекламы, составит объявления и будет управлять ставками так, чтобы вы получили максимум продаж. Ну а на этом у меня все, до новых встреч!